Зло Так, друзья, вот я уже показывал чехлы, ну, грубо, туристические, дорожные, для недорожников. Вот у меня сидельня из кожи, да? Если вдруг что-то, не знаю, печенюшки, все, пишу же пока. Вот у меня сиденье из кожи. Если вдруг печенюшки какие-то, да, там, не знаю, там, кто-то треск, там, баранки, то есть острые что-то попадаясь, и грубо, ну, можно кожу поцарапать, повредить. Вот, зачем это нужно? И еще, допустим, если какая-то грязь, вдруг застряли, грязные все, садимся, тоже неприятно. Кожа еще, ладно, можно протереть, а ткани уже проблемно. Поэтому есть вот такие чехлы, очень быстро одеваются, крайне простые, они из баллони, по-моему, сделаны. И вот мы их так одеваем, они легко стираются. Вот такой чехольчик получается. На самом деле, очень удобно. Одеваются очень легко. Селаются просто впервые сделать, на самом деле, все это даже быстрее. Ну, и куда даже, вот куда быстрее, все это быстро. Поправься станок, ну, распрямь. Все, чехол готов. И все. Вот сиденья защищены. Очень удобно и практично. КОНЕЦ Чудо-воблер, блин. КОНЕЦ 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 Илюшина, портки сушатся. Так, друзья мои, все-таки я пробрался в хребалык. Глубина здесь с местами вообще 0,5. Сейчас попробуем здесь половить на моих секретных местах. О, да, есть и мертвый. Пытаемся отбить его. Там такой теченитик, просто якорь не держит, короче. Был. Вот просто. Блин, я его не постеплю совсем туда. Так. Так, надо его обмануть. Он видишь, просто не засекается. Ты должен засечься. Вот там и стоит. Упс. Такой малыш. И резина Мил Макс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это весна. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вроде бы нашли. Дрыщи, короче. Дрыщи, 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 дрыщи. Второй дрыщ, да, на районе 30 сантиметров. Пассатирки надо смазать. Дрыщи, дрыщи, дрыщи. Крупнее вроде бы. друзья первое утро 3 судачка поймали но все они вот такие то есть вот этот наверно в районе где-то 40 сантиметров максимум остальные два были наверно вообще там 32 где-то по моему так до 35 даже не дотягивали короче что-то не очень погода поменялась вообще как будут люди говорят что как-то последнюю неделю все не очень весело но мы будем искать я думаю что сейчас может перелом погоды какой-то я думаю найдем вот у нас только первое утро все впереди ну что сев поймал что-то зацепилась уплывет стой стой не тропить нормально зачет зачет вторая больше чем 1 и люки да 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 аккуратно спиннинг сейчас сломаешь фрикционно нажми ну это самый крупный на сегодняшний момент берег как я говорил так ну что друзья рыбалка походу только начинается взяли на больше двушечки только что на уголек бандос от герман замечательный убирок ну-ка давай покажи его людям вот такая вот привалочка частенько выручает возьму на лица прожить нормально а Ну ля ушёл. Лыжник, видишь? На лыжах идёт, по верху. Ну я думаю, сороковка есть в нём. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, друзья, вот и подошла, так сказать, к концу наша первая рыбалка. Точнее первый день рыбалки. В принципе можно сказать, что довольно таки успешно. Поймали одного в районе двушки. Ещё не взвешивали, сейчас пойдём чистить, будем взвешивать. Но точно там в районе двушки, может быть даже побольше. И штук, наверное, 15 хвостов. Ну на грани криминальных, конечно. Отпустили троих, где-то вообще там 30 с лишним сантиметров. Ну а забирали в районе 40 сантиметров, 40 с лишним. Ну даём так килошники, короче. Отработали приманки типа хром, цвета попугаи разноплановые, такие как павлинчики всякие. Работали в основном бандосы. Немножко там отработали троны. Бандосы как оригинальные, так и от Герман. Что ещё можно сказать. Приехали, погода была отличная. Сегодня был очень сильный ветер, поэтому ещё затруднял, ну скажем, данный ветер затруднял поиски. Потому что не везде, не во всех, ну скажем, тех точках, где я раньше ловил, можно было половить. Потому что очень сильно сносило лодку. Была волна, перемещаться до этих точек не очень удобно. Потому что брызги летят, заливают на куртку. Ну неприятно, некомфортно. Так что ходили в таких каких-то затяжках. И ловили на разных глубинах. Начиная, наверное, от 3,5-3 метров. И заканчивая даже 7-8 метров. Очень много было поймано на глубине в районе 4 метров. Так что первый день как-то такой. Мы немножко уже даже подсогорели, обветрились. Вчера была отличная погода. Ходили, можно сказать, даже в шортах многие. Футболок был замечательный. А сегодня уже нет. Сегодня уже погода, наверное, градусов на 7. А то, может быть, и на 10 упало точно. Ну вот как-то так. Потихоньку все на рыбалочку. Попробуй. 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 Удей-постом. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, короче, поставил приманки трон и под ярами. Глубина где-то в районе 8-7-9 метров. Попробуем здесь. Попробуем здесь. Давай-ка папки сюда. Вот такой вот килошник. Тоже пальцем пальцем. Карабин расстегивать. Чёрный, где я тебя видел? Попробуем здесь. Попробуем здесь. Попробуем здесь. Ух ты, есть. Да-да-да-да, есть хороший-хороший-хороший-хороший-хороший. Ой, села там хороший. Судя по всему, если ты не бага, ну, вроде-то чёк был. Давай подсак. Все, подсак. Ставь в стакан. Не урони, только спиннинг. Корот. Не торопись, не надо торопиться. Я тебе скажу, подводи и ты подведёшь. Да, если не бага, то там хороший. Ну, девушка там точно. Там можно не давить. Там не трофей, но нормальный. Держится на сопле. Молодец, все красиво. Дружки нету. Где-то полторашечка, наверное. Такой. Да. Так. Все, вот. Клади подсак. Хороший-хороший-хороший. Вот, из икрой. И вот так, раз, смотри. Нет, не знаю, просто повис, прикинь. Как интересно. О, и размер нормальный. Да, проходной. Ты вот на тот ловил? Да. Вот на тот ловил? Да. Ну, не ловил. Ловить ловил, но не ловил. А на 24 и 225 не ловили? Нет. Не ловили. Не ловили. Бери, я тебя оставь. А я попробую. Я попробую. А ты вот тоже ловишь ты, блядь. Тоже мой любимчик. Тоже мой любимчик. Мелочь. Где же крупненькая? Где же крупненькая? Где крупненькая? Где крупненькая? Где крупненькая? Субтитры сделал DimaTorzok С первой рыбкой С первой рыбкой Есть, вот он Вот видишь, я ничего не делал Он дергается, я ничего не делал Так, это что-то уже поувесисте есть, конечно, это не багр Наверху Ну что-то хорошенькое Давай, да, подстрахуй Висит на сопле Прям под него, под воде В районе двушечки Гоблер работает Отлично Клади пока Так Пять утра Пять утра Пять утра начинает? Так Так, что-то взял, что-то взял Что-то тяжелое Но идет винтом Глукастик Но небольшой Едобный Да, ну, сорокет Сорок Очень удобная, кстати, линейка Морду сюда Подводим И все Тык Сорок Так Неблохвый Давай, подстрахуй В районе двушечки, наверное, есть Поводок Деревья Сидят Так Сейчас подержу Так Так Подожди, товарищ Слышь, не тропись Вари Вари Деревья Вар Trace Больше сберелись. Спасибо. вот считай место мы нашли и воблерочек опять тот же самый воблерочек и как не крути конечно он в лидерах вот как ни крути даже меньше вот таких вот мы выпускаем что-то хорошее тихо 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 не торопись не торопись кнопочку не торопись давит не крутим пусть играет пусть давит прям сильно сильно слабину не давать слабину не давать спиннинг в одном положении что-то я не понимаю что там что-то есть у тяжелый не тихо тихо будет давить сейчас мне это просто стоишь все так вопрос подымая сама зуб ох за счет он за счет все волос я тебе жму руку о какой красавец да здесь три с половиной 4 так герман бандос новогодний там пакс так стоит погодь это снимем сначала вот сверху подали все не суетись сиди пей 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 и пой все парниша но сразу там закусил на всех уйди пожалуйста и говорю что же такое ты ты платит ты летите колотить пушечка хороша так на кнопку только на курок и нажми так держи поздравляю поздравляю так позируйте вот так да ну что друзья мы все-таки его нашли всех ну как вот тут а как дезинформацию вводим я не это начнет свестишься я слышу учить ли нормально как можно не понять рыбы есть или нет если воблер работает носил уже не может работать ты тянешь что-то получается что-то тяжелое правило как он может понять что не понять что он хорошо не хорошо так стой подожди суетишь свой подсов час не успел бы он сошел бы или когда он сначала шел не до за один брать самаешь бери за середину ну вот такой красавчик с восходом соусом пошел дождик погода конечно но ветер то дождь что-то есть вот судака еще на таких перепадах пупочек такой стоит или под пупком или запаху бывает на пупке крайне редко так ну чё капюшон будем доставать давай я тебе помогут и мне поворачиваюсь посмотрим выдержит ли костюм матрица дождик хотелось бы чтобы выдержал так форелька шпарит форелька и все тут облер бандит свет форелька голубенький с рыжим пузиком в точку кличему форелька воблер от компании герман все вот стал меня облавливать за неделю сейчас будет это мстить давай давай дали воду попрылись такие коряжки там он еще как плывет по идее я сейчас судак должен брать ну блин дождь уже час идет дождь а костюм пока держит ну я думаю что он сейчас начнет промокать наверно да и в такой дождь без поджопника никак иначе вся жопа будет мокрой третка мокрая только поджопник вот такой спасает ну такого плана у меня на жопе так короче я перепробовал рыжие всякие которые раньше ловили хорошо новогодний тампорт этот свой любимый этот хорошо раньше ловил сейчас почему-то не ловят перешли на форельку вот все вот уже ступи 4 наверное поймал уже сумку почти забил а у меня ничего не было ну несколько поклевок а пары к короче кофе вот вам и цвет поехали цвет всегда имеет значение непонятно по какой причине он то на один то на другое ловится есть конечно цвета которые постоянно ловят но предпочтение по-любому есть то есть то какой-то хром то зеленый что вот какой-то голубой форель когда-то каким-то рыжим пузом то какие-то вот там битые стекла кстати надо попробовать поставить 224 225 тоже собака очень любит я к тому что многие говорят что ну поднос правый бел и значит это удача у тебя уже есть нифига то есть реально цвет рулит вот до этого у меня был он только подморкованный какой-то интересный цвет гламурный и на этот цвет было поймано очень много ушел такого не было и он грубо по сути не ловил сейчас все поменялось по какой-то причине этот рыжий уже ну как бы хуже ловят а другие цвета стали прилететь то есть более предпочтительные туда кони такой причине непонятно то есть это реально работает это надо подбирать я бы сказал самое важное это найти вот место подобрать приманку ну и соответственно уметь ловить вот три фактора которые наверное самое важное место коряжки какие-то просто смотрит читайте реку перепады на дне какие-то пупочки бровочки просто не надо на плату посередине речки ходить хотя иногда посередине речки тоже бывают интересные места просто их надо знать найти поместь себя в голове какие-то ориентиры поставить или на колоте по на карте по месяц тупо лазить там не знаю какими-то километрами это бессмысленно вы никогда много не наловите нашли место вот грубо сейчас выходим по определенному месту эта дорожка по сути короткая прошли раз прошли два прошли три если нету возможно просто еще не время таким местам нужно уделять по сути целый день уделяем целый день и лазим по ним и по часам уже смотрим когда выход бывает . вообще выключена то есть на какой-то причине его здесь нету она может заработать через неделю через несколько дней всегда в голове нужно иметь несколько точек вот на дне допустим коряжка она не страшно она проходная и мы можем пройти аккуратненько коры сбавляем и как только воблер тыкается коряжку мы отдаем палочку назад даже можно педальку нажать но это когда воблер боблер начинает тыкаться коряжки и на малом ходу идем у коряжки зачастую бывают поклевки друзья мои фигарит дождь уже полтора или два часа точно на полтора точно сюда конечно ловится но не очень нам комфортно ручки все уже мокрые неопрен только спасает благо панчу есть костюмчик матрица немного стал как говорится промокать непрерывный дождь и такой довольно таки крупный пытаемся сейчас все-таки продолжать ловить судака реально спасает панчу или пончу как их там пончу короче накидка вот так вот это накидка реально очень хороша так продолжаем продолжаем сейчас ловить рыбу осталось у нас всего завтрашний день может мы еще задержимся ну скорее всего уже друзья ну что а теперь небольшая экскурсия по номерам и зайдем еще в рыболовный магазинчик все Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok